Сегодня в Петербурге вынесен приговор экс-депутату Михаилу Глушенко, организатору убийства в 98-м году известного политика Галины Старовойтовой. Финальное заседание откладывали дважды из-за проблем со здоровьем Глушенко. За ходом процесса следил наш корреспондент Алексей Карипанов. 17 лет колонии строгого режима спустя 17 лет после громкого преступления. Но отнюдь не только символизмом руководствовался представитель гособвинения, когда просила для экс-депутата Государственной Думы Михаила Глушенко подобный срок. Еще неделю назад речь шла о 13 годах. Сегодня Октябрьский район и Суд Петербурга новые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. На заседании суда он выглядел неважно и постоянно опускал взгляд вниз. Глушенко сначала даже не расслышал приговор и переспросил у защитника, ну что они. Очевидно, надеялся на снисхождение, ведь вроде бы признал вину, пошел на сделку со следствием, дал показания против своих сообщников. Но суд решил 17 лет колонии, срок, конечно, не пожизненный, но все же реальный, которого экс-депутат и его защитник, кажется, до последнего были уверены, удастся избежать. В таком приговору, который прозвучал сегодня, может быть доволен только один человек. Доволен этим приговором может быть только Владимир Сергеевич Барсуков-Кумарин. Потому что такой приговор может заставить Глушенко замолчать. Владимир Барсуков-Кумарин в прошлом предприниматель, криминальный авторитет, лидер так называемой Тамбовской ОПГ. С депутатом Глушенко, которого, к слову, бандитский Петербург называл не иначе, как Миша Хохол, был знаком еще с 80-х. Вот они вместе сидят за одним столом. На одной из таких встреч, уверял следователь экс-парламентарий, криминальный авторитет и заказал Старовойтову. Якобы та мешала активной криминальной деятельности Барсукова и его стремлению попасть во власть. Эти кадры ноября 98-го шокировали всю страну. Неудобный для многих депутат убитый в подъезде собственного дома. По версии следствия, именно Глушенко нашел киллеров. Когда я передал Колчину от Кумарина, что он должен сделать, он собрал своих людей, и они проголосовали. Будут они это делать или нет? Я там не голосовал. Моя задача была просто передать. Если бы я не передал, меня бы убили. Юрий Колчин, который изначально фигурировал в деле как организатор, уже отбывает 20-летний срок. В 2005-м осужден и непосредственный исполнитель убийства Виталий Акиншин. Именно с их помощью и удалось выйти на Глушенко. Он долго скрывался на Кипре, но экс-депутата арестовали в 2009-м. Сегодня суд признал, Глушенко лично контролировал ход подготовки преступления с момента встречи с сообщниками вплоть до дня убийства. Деяние, прозвучало в суде, особо опасное. А значит, об освобождении подсудимого от ответственности за истечением срока давности дела 15 лет речи быть не может. Приговором сегодняшний мы полностью удовлетворены. Мы планируем получить текст при приговоре и после этого принять решение, будем ли мы его обжаловать или нет. Я буду удовлетворена тогда, когда будет назван и желательно осужден заказчик. Глушенко, разумеется, он организатор. Это было очевидно и раньше. Только теперь удалось это доказать материалами следствия. Организаторов может быть 10, 20, сколько угодно. Заказчик, это интересно. Следователям еще предстоит проверить показания Глушенко и назвать заказчика. Сегодня Барсуков-Кумарин содержится в одном из московских СИЗО. Петербургский журналист, а в 90-е оперативник уголовного розыска Евгений Вышенков уверен, указка на криминального авторитета не что иное, как попытка Глушенко избежать максимального наказания для самого себя. Единственные два человека в среде Тамбовского, которые молчали, это был Глушенко и Кумарин. Глушенко молчал до конца. Он до конца валял дурака. Но как только он понял, что перспектива по жизни, но здесь он сказал, Володя, ну тебе уже все равно, а мне приятно. Теперь Глушенко из 17 назначенных предстоит провести за решеткой минимум 11 лет, ведь он уже отбывает срок по другому уголовному делу. Защита намерена обжаловать вынесенный приговор. По словам адвоката, его клиент боится за свою жизнь, ведь сейчас он находится в одиночной камере, а вскоре ему придется отправиться в колонию строгого режима. Алексей Карипанов, Владимир Смирнов, Христина Иванова, Первый канал Санкт-Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова